Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу, точнее расскажу, как я создал тачпад на движке PointJS. Я не буду заново писать код, а лишь расскажу. Ну, потому что смысл одно и то же это делать. Я просто, смотрите, что сделал. Я это все делал вот так вот, закомментирую, что как будто типа ничего не было. И просто расскажу по-готовому. Писать второй раз реально лень. Итак, смотрите. Я создал два кружка. Просто обычные два кружка. Один это... Ну, прямо давайте один из них и нарисуем. То есть вот. Рисуем первый кружок. Вот он создался по тем координатам, где есть. Затем мне его нужно запозиционировать в самый низ экрана, в левый нижний угол, там, где мы управляемся. Для этого я использую команду SetPositionS. То есть в локальных координатах я позиционирую объект по оси Х. Отступ у меня будет 10 пикселей. А по оси Y отступ равняется высчитанной высоте экрана, ну, мобила в данном случае, высоте экрана мобила и минус 150 пикселей наверх. Потому что мы от левого верхнего угла. То есть если мы просто напишем без минус 150, он где-то там за экраном будет внизу. Итак, и вот что мы получаем. Какой бы теперь размер экрана у нас не был, этот кружок всегда висит здесь. Супер. Теперь подошло время ко второму кружку. Второй – это тот, которого мы будем нажимать. Вот он. Тот же самый код. У него просто прозрачность чуть поменьше. И теперь, смотрите, этот кружок нужно установить в позицию этого центра. В будущем вот эта вот команда, она его вернет в позицию центра. То есть если я просто вынесу, точнее вот так вот скопирую ее и перенесу сюда, то мы получаем следующее. Только вот тоже надо нарисовать, не забывайте. Вот все, код 2. Вот так. Но эта команда находится не здесь. И объясню почему. Потому что если она будет всегда здесь находиться, то мы не сможем применять к ней код. Эта позиция всегда будет устанавливаться этому объекту вот здесь. А мне нужно, чтобы этот кружок вставал в позиции только в будущем, когда я отпущу тачпад. Поэтому пока забываем про это. Но он уже как бы стоит. Итак, смотрите, что у нас получается. Я теперь все это дело раскомментирую и объясню итоговый код. Это не надо. Это я сделал, чтобы у меня консоль не показывалась. А вот здесь вот цифры писают, что я вообще касаюсь. Итак, смотрите, команды очень простые. Да, кстати, не забывайте тачпад-то активировать. То есть из окна библиотеки, метод тач. Вот он, как и все другие. Клодиатура, мышка тач. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Итак, если у нас касание попадает в первый кружок, в большой кружок, естественно. И оно удерживается. То есть мы нажали и удерживаем. Ну, в данном случае получается, что просто удержание. То мы этот второй кружок устанавливаем в позицию, позицию того, где у нас сейчас палец. То есть где мы касаемся. Вот так вот получается. То есть центр кружка, да? Ну, чтобы посередине он оказался. А дальше, смотрите, мы создали переменную angle. Зачем? Для того, что потом, вот в этой строке, вот в эту переменную angle, я с помощью команды vector getAnglePoint посчитаю угол между двумя точками. Угол между центром вот этого большого круга и между центром вот этого маленького кружка, куда он придет. То есть кружок придет сюда, центр будет здесь, а другой центр вот в центре, где он зафиксирован. И мы знаем, на какой угол мы утянули. То есть в какое направление мы тянули этот кружок. Вот этой командой мы его тянули, да, он ставился. И вот две, вот такая вот команда. Одна точка пространства, это центр одного круга и центр другого круга. То есть относительно центра в локальных координатах. Центр в локальных координатах, то же самое. И потом мы сказали нашему объекту ректу, то есть я просто тестовый объект создал, вот квадратик. И его тоже теперь можно рисовать. И я ему сказал, что двигайся в направлении угла. MoveAngle – это двигаться в направлении угла со скоростью 3 и с углом, который мы вот чуть выше строкой получили. Собственно, и все. А если это касание не происходит, то есть мы отпустили как раз вот этой команды и возвращаем этот тачпад на место. Собственно говоря, все. Вся реализация. Дальше уже красоту наводите. Замените на растровую картинку красиво. Нарисуйте эти, расчеркните поля. Можно командой Brush, например, разрисовать вот так вот, сделать такие полосочки прямо в движке. И вот какой результат мы получим. То есть, смотрите, я эту тему не тестирую в IDE. Точнее, я могу переключиться, да, режим True ввести, затестировать прямо здесь. Но я это не делал, потому что у нас есть встроенный сервер, и я здесь на видео показал. То есть, этот сервер включается вот здесь, запускается. Мы по IP-шнику подключаемся прямо на окно рендера. И вот такого результата мы, видите, достигаем. Записал видео в видео. То есть, пришлось искать второй телефон дома. Ну вот, надеюсь, объяснил. И такой формат вам объяснений тоже, надеюсь, понравился. Хотелось бы услышать отзывы. Записывать ли в таком видео вам тоже уроки, чтобы не писать код, а больше делать акцент на объяснение, на идею. Потому что писать, ну, это скучно. Главное, мне кажется, идея в этом деле. Ну что, друзья, на этом я завершаю это видео. Спасибо за внимание. До встречи в новых уроках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok